Друзья, всем привет! Добро пожаловать в такой незапланированный выпуск. К сожалению, в связи со сложившейся ситуацией в мире, такой печальной, это коснулось даже нас, безобидных пилотов-дронов. Заблокировали приложение UAV Forecast. Как мне кажется, это самое лучшее приложение для новичков, для пилотов. У меня есть отдельный выпуск на канале, можете посмотреть, ссылку оставлю. Очень печально, очень прискорбно об этом говорить, но для российских пользователей это приложение недоступно. То есть, его даже если поискать в App Store, вы уже не найдете. Заходим в App Store, пишем UAV Forecast. И, ну, в общем, нет его. Все. Из-за вторжения России в Украину, ну, это понятно, там, как бы, это американское приложение, поэтому, конечно, вообще без комментариев. К сожалению, теперь эта компания будет нести просто колоссальные убытки, потому что множество было подписчиков, как пишет источник. 500 тысяч скачиваний, 6 тысяч отзывов. Ну, на самом деле, приложение хорошее, да. Но вот так как политика вмешалась, то, к сожалению, страдаем мы все. Вот. Ну, собственно, почему я решил записать этот выпуск? Потому что мне вчера посыпалось десятки сообщений. Ты видел, заблокировали приложение, что делать, как летать. Тем более для новичков вообще непонятно. Я нашел выход. Это приложение DroneAssist. Оно на русском. Здесь также можно посмотреть погоду, облачность. Выбираем, допустим, город свой. К примеру, Москва. Солнечная облачность, видимо здесь километров. Ветер. Мне кажется, ветер он всегда немножко задирает. Вот я его уже юзаю два дня. И ветер он всегда почему-то больше пишет. По факту, на самом деле, ветра намного меньше. Направление ветра, осадки, температура. И очень удобно. Это можно прям по часам посмотреть, как меняется все это. На субботу, на воскресенье можно посмотреть карту. По настройкам здесь приближаться. Ну, конечно, не сравнится с ее и Forecast приложением. Но, к сожалению, это, как мне кажется, сейчас самый лучший аналог на текущее время. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, все уже в дальнейшем будущем разрешится. Обратно включат приложение. Будем надеяться на лучшее. Поэтому используйте восход солнца, индекс UF. Плохо, что здесь не показывает, можно ли летать или нет сразу. Ну, то есть, если помните, в приложении UF Forecast уже сразу была рекомендация, можно ли сейчас летать или нет. Вот. Вот, в принципе, и все. Такой короткий выпуск. Используйте приложение Drone Assist. Также заходите в App Store. Пишите Drone Assist. Я, кстати, смотрел множество других, но особо ничего не нашел. Drone Assist. Все, скачивайте аэропорт. То есть, надеюсь, все можно отмониторить. Всем большое спасибо за просмотр сегодняшнего видео. Желаю всем мира, добра, спокойствия. Берегите себя и своих близких. До новых встреч в следующем выпуске. Всем пока. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok